Всем привет! С вами снова Белка. Мы уже гуляли по аристократическим улицам Москвы. Пришло время отправиться в Мекку московского купечества, район Замоскворичи. Почему московские купцы молились по Роскеве в пятницу? Что построено на Большой Ордынке любимой зодчей Екатерины II Василий Баженов? Где состоялась единственная встреча великих поэтов Серебряного века Анны Ахматовой и Марину Светаевой? И, наконец, можно ли попасть в главную картинную галерею страны бесплатно? Все это и многое другое узнаем, гуляя по двум главным улицам Замоскворичи – Большой Ордынке и Пятницкой. Попасть в этот район можно, приехав на станцию Новокузнецкая. На месте вестибюля метро до 1935 года находилась церковь Пороскевы Пятницы. Отсюда и название улицы – Пятницкая. Великомученица Пороскева – покровительница всех торговых людей, в том числе и московских купцов. В старину такие храмы ставили на бойких торговых улицах, какой Пятницкая была и остается по сей день. Доказательство тому – рыбный рынок, сохранившийся со средних веков, и большое разнообразие различных питейных заведений на любой вкус и кошелек. Недалеко от рынка, на другой стороне Пятницкой, дом, в котором юный Лев Толстой снимал квартиру. В ней писатель написал повесть казаки. Черниговский переулок, соединяющий улицу Пятницкую с Большой Ордынкой, небольшой – всего-то 200 с лишним метров. Но архитектура его уникальна. Например, колокольня храма Иоанна Претечи была построена итальянским архитектором Оливизом в 1515 году. А мраморные иконостаска оба выдумали, конечно же, нашего любимого московского архитектора Федора Шехтеля. В глубине переулка находится Международный славянский центр письменности и культуры. На территории центра – музей памяти Игоря Талькова. В конце XVII века этот участок был пожалован царем Петром I, капитану лейббардии Преображенского полка Василию Тимофеевичу Ржевскому, в память о котором нам не только сохранившаяся часть усадьбы, но и, возможно, всеми любимые анекдоты. Вторая главная улица за Москворечья – Большая Ордынка. Название улицы говорит само за себя. По ней шла дорога на Золотую Орду. А вдоль селились ордынцы – ханские пасмы. Мало что осталось от того смутного времени. Другое дело – купеческое наследие. Вот дом Анны Тимофеевны Карповой, урожденной Морозовой. А это усадьба купца Долгова. Богатые купцы селятся на Ордынке с XVIII века, пытаясь перещаголять друг друга роскоши особняков. Таким образом район за Москворечья окончательно закрепляет за собой звание купеческого. Признамя церковь Богоматери, в детстве, скорбящей с радостью. Трапезную колокольню построил любимый архитектор Екатерины II Василий Баженов. Рядом, в доме номер 17, часто останавливалась и жила Анна Ахматова. Об этом свидетельствует памятная стыла в дворе дома. В июне 1941 года поэтесса впервые встретилась здесь другим символом женской поэзии серебряного века Марины Цветаевой. Эта встреча была единственной. Пройдем по Ордынскому тупику к переулку Лаврушинскому. Здесь, в сердце купеческого Замоскворечья, находится знаменитая Третьяковская галерея, основанная купцом Павлом Третьяковым в 1856 году. При наличии студенческого билета, каждое первое и третье воскресенье месяца бесплатное. Для пенсионеров существует льготный билет, а на выставке в инженерном корпусе каждую среду вход бесплатный для всех посетителей. Мы заканчиваем прогулку по купеческому району Замоскворечья. До встречи на канале Московский Видеогид. Подписывайтесь и оставляйте свои комментарии.